Здравствуйте, господа! Праздники закончились. Работать не хочется, а надо. Кстати, дорогие мужчины, а что для вас работа? Необходимое зло или спасительное душу от семейного счастья? А может, вы художник? В любом случае, герой нашего журнала к своей работе относится неоднозначно. Сегодня в нашем тележурнале Караты во сне и наяву. Камень за пазухой у ювелира. Овсянка, сэр. Сколько англичан в английском клубе? Здравствуйте, доктор! Открытый прием в больнице будущего. Утомленные солнцем. Бронежилет для глаз по последней моде. Чукчи встречают весну. Праздник, однако. Вопрос на засыпку. А как вы себе представляете современного ювелира? Автоматически перед глазами возникает образ упитанного очкарика с компактным брюшком, с пинцетом в руках и с микроскопом на столе. А в глазах караты, названий камней и цифры, цифры, цифры. Сплошная математика. Но герои нашей постоянной странички личность в интерьере совершенно не вписываются в подобное определение. В свое время один очень у меня человек, писатель, когда я спросил, как его творчество, он сказал, творчество у Алены Акина, а мы работаем. Где было, там уж нету. Где снимали, вам не скажем, дабы не вводить в соблазн. Почему, тоже, думаю, объяснять не надо. Герман Хабирский работает с драгоценными камнями. Более точное название его профессии не может дать даже он сам. Слово ювелир ненавидит от всего сердца. Определение модельер украшений, художник по камню воспринимает с нескрываемой иронией в голосе. Просит называть себя хулиганом-авангардистом. И говорит, что не выносит работать на заказ. А если и не на заказ, то все равно не выносит. Но, тем не менее, работает. Ну, честно говоря, я особо не ценирусь искусством. Я не считаю чем-то особенным. Я могу забыть даже то, что я творил завтра. Большинство из нас, мужчины, что скрывать, в камнях разбираются слабовато. В школах этому не учили. Зачем расплевать молодежь, объясняя, чем сапфиры отличаются от топазов? Парадоксально, что и сам Герман Кобирский придерживается той точки зрения, что анализировать, как и почему изделие приобрело такую форму, образ, стиль, глупо и бесполезно. Нравится или не нравится? Принимает сердце или отвергает? Вот основной критерий оценки колье, подвесок, кулонов, сережек. А кто дал право? Говорит, что это правильно или это неправильно. Это дизайн. Здесь нельзя включать сознание. Здесь должно идти бесознательно. Если человек начинает обсуждать эту вещь, у нас масса искусствоведов, которые находят что-то свое во всем. Но мне кажется, эти вещи, они должны восприниматься разом. В коллекции Германа Кобирского, которую все желающие смогут лицезреть через пару недель в алмазном дворе, около 700 моделей. И каждая из них родилась под влиянием какого-то жизненного нервного стресса их автора. Сам Кобирский не отрицает, что все свои подсознательные страхи и пороки он материализует в серебре и золоте. А крупные бриллианты, как тайные желания внутреннего маркиза де Сада, дают огранку этой агрессии. Недаром профессионалы называют агрессивными эти незавершенные, порой грубоватые формы. Человек живет этим, человек живет собственными какими-то страхами, собственными какими-то постоянными сомнениями. Он живет в них. Человек порочен, ужасно порочен. Иногда эти пороки нужно выносить наружу. Что интересно, эти пороки, они переходят даже в какой-то, идет даже тенденция появилась, что порочность, она современная сейчас. Спору нет. При всей самобытности своего мышления Герман Кобирский вынужден следить за ювелирной модой. Принято считать, что в сфере драгоценных камней мода идет с пятилетним опозданием. Зато может продержаться и десяток лет без особых изменений. Бриллиант не туфли на шпильках. Нафталином шкафу не посыпешь. То, что сейчас в моде авангард, это ясно всем. А то, что необычность форм, присутствует какая-то агрессия, какая-то недосказанность даже может быть. И при том различные приемы, когда я использую драгоценные и недрагоценные камни вместе. Я могу использовать драгоценный металл и чугун. Мне без разницы. То есть я отношусь к металлу очень спокойно. Поклонников агрессивного авангарда от Германа Кобирского не так уж и мало. Это необычно, стильно. И в то же время модели Кобирского как бы подчеркивают оригинальность и самодостаточность их владельцев. Мой клиент, это не обязательно клиент богатый. Мой клиент, это человек со вкусом. Может не со вкусом, но человек, который понимает меня. Ради Бога, пускай так будет. Поэтому я работаю серебром. И, честно говоря, для меня работа в серебре или в золоте, она... Ну, в принципе, никакой разницы. Кроме того, что сам материал дороже. В следующем выпуске нашего журнала... Продолжение следует... Дима встречался с современными мужчинами. Ответы с мальчиком. На Девкотинке, в Черном и на Сибирионе. Несколько дней назад свое пятилетие отметил московский английский клуб. Место здесь по ком веку могли собираться самые известные представители сильного пола. Ошибочно думать, что в английском клубе его члены напускают в зал туману, попивают эль и разглагольствуют о кадровом составе палаты лордов. Название английский клуб это во многом лишь дань богатой традиции общества для именитых мужчин. Просто более двух веков назад, когда Россия только училась тусоваться цивилизованно, помогали ей в этом иностранцы и в первую очередь англичане. Нынешний московский английский клуб это прежде всего престиж, вкупе с меценатством и благотворительными проектами, о чем говорит и девиз клуба «Искать высоких дел». Среди членов клуба почти все московское руководство, элиты столичного бизнеса, известные деятели культуры, журналисты. В основном, кстати, мужчины. Женщин – единицы, но не из-за дискриминации по половому признаку. Так сложилось исторически, когда 200 лет назад мужчины приглашали в клуб женщин в основном для того, чтобы не танцевать друг с другом. В принципе, ограничений для вступления в английский клуб для женщин, равно как и мужчин, не существует. Нужна рекомендация от членов клуба, вступительный взнос и некая общественная значимость собственной персоны. Все дело в пресловутом общественном мнении. В современной России роль женщины двояка. С одной стороны, именно представительницы прекрасного пола быстрее освоились в сложившейся экономической ситуации. С другой стороны, будем честными перед самим собой. Если уж наши мужчины в Госдуме дерутся и обливаются водой из графина, то что же там могут устроить их дрожайшие половины? Выход для современной женщины остается один – доказывать конкретными делами свое право стоять рядом с мужчиной. Кстати, Роксана, наш главный редактор, как раз замысливал такое дело под эгидой Московского английского клуба. Речь идет о создании российской лиги защиты животных. Что и говорить, дело высокое, благородное и во всех отношениях общественно значимое, как раз в духе английского клуба. Для мужчин, предпочитающих загородную идиллию урбанистическому беспорядку, наша строительная страничка из жизни обитателей подмосковных фазенд. До сих пор, рассказывая о проектах загородных домов города мастеров Ново ВЦ, мы предлагали вам точку зрения непосредственно самих строителей. Но не даром злые языки так часто вспоминают поговорку – хвалила себя Калина, что она с медом хороша. Поэтому мы рискнули пообщаться с уже непосредственным обладателем фазенды под названием «Престиж». Год назад здесь была такая территория, ничем не огороженная, совершенно на взгляд на внешний, неприцезательная. По сути, меньше, чем за год. Вот то, что мы имеем на сегодня. Примерно месяц выбирали, и считаем, что этот проект для нас наиболее удачный. Потому что мы начинали даже не с внешнего вида, а с расположения комнат, насколько все оптимально. И я считаю, что для такого небольшого строения – 5 на 8. Всего-навсего 5 на 8. Тут 4 спальни, 2 санузла, кухня, холл прекрасный, ну, столовая, так назовем. По сути, ну, не знаю, в этом доме можно разместить достаточное количество народа и не мешать друг другу. Вот поэтому мы выбрали этот дом, и тем более, что он не из самых дорогих. Ну, а к дому обязательно надо же привязать было и баню. Несомненным достоинством города мастеров на ВВЦ всегда считалось комплексное строительство. Иными словами, приобретая непосредственно сам особняк, там можно было заказать все необходимые аксессуары дачного участка. Хостблоки, бани, бассейны, теплицы. На первый взгляд может показаться, что покупать все в одном месте вовсе не обязательно. Но это впечатление обманчиво. Существует же понятие единства стиля при оформлении участка, в данном случае в 8 соток. Было бы нелепо покрывать дом сайдингом, беседку делать из фанеры, а баню обивать железом. Делать внутри стальные скамейки и веники из колючей проволоки. Баня вообще душа дачного участка. По ней сразу легко определить степень гостеприимства владельца. Ну это предбанничек такой, еще конечно он недостаточно оборудованный, столик конечно здесь нужен, стульчики. Ну по сути мы уже баней пользуемся. Здесь душевая кабина, ну для того, чтобы после парилки или там когда помыться. Здесь вот сама парилка, это за 40-45 минут до 125 градусов. Значит она нагревает баня. Ведь баня без холодной воды, ну это просто кто-то понимает немножко. Вот 120 градусов в парной распаришься и выскакиваешь, ну в 7 градусов в воду ныряешь. Этой воды много. Мы еще не знаем технологии такой, при которой бы держалась плитка. Потому что зимой, ведь ты же его не ускороешь, это пойдет, ну сужение, расширение. Мы считаем, что она просто отвалится. А вот герметизировать мы его будем и в общем-то мы уже ездили по фирмам, которые занимаются бассейнами. Просто покроем пленочкой, ну для герметизации и все, и не более. Но никаких вот систем очисток мы делать не будем, потому что это все громоздко. Это все 12-16 часов в сутки, это все должно вот через себя пропускаться. Просто когда будет вода достаточно загрязненная, ну насосом ее выгнал на огород и сменил. Японские мудрецы и вообще азиатские, китайские, они почему были мудрыми? Потому что они садились у воды, и когда человек сидит у воды, ему приходят в голову очень умные мысли, они становятся мудрее. Тех, кого уже поразила жестокая зависть при виде всего этого загородного благополучия, советуем не отчаиваться. Город мастеров на ВВЦ в состоянии прекратить ваши страдания в душном городе и организовать комфортный отдых на свежем воздухе. Выбирайте себе проект дома, материалы, аксессуары и можете в вашем еженедельнике, ближе к осени, написать жирными буквами «Новоселье». Вспомните, дорогие мужчины, какие ассоциации у вас вызывают больницы? Унылые серые стены, неприятный удушливый запах, подозрительное жужжание непонятных медицинских агрегатов и почти сумасшедшее желание убежать куда-либо, хоть в больничной пижаме. Как худой мир лучше доброй ссоры, так и самая хорошая больница уступает хоть плохонькому, но родному домашнему уюту. И все же, почувствуйте разницу. Поклонники Михаила Державина могут не волноваться. Это мы попросили Михаила Михайловича немного похромать перед ходом в Государственный медицинский центр российского Минздрава. С другой стороны, дыма без огня, как известно, не бывает. Не даром говорят, что если вам до 50, вы проснулись и у вас ничего не болит, значит вы умерли. Коленный сустав Михаила Державина периодически давал знать своему владельцу, что он еще жив. А коварные покалывания в пятке навевали на мысль о существовании так называемой пяточной шпоры. К счастью, в Государственном медицинском центре есть аппарат, о самом существовании которого лет 20 назад приходилось только мечтать. Лет 20 тому назад я прихожу на концерт, в честь спортсменов, концерт вел народный артист России, заслуженный мастер спорта, великий наш комментатор Николай Николаевич Озеров. Он меня спрашивает, Миша, ты чего хромаешь? Я говорю, только что играл в футбол, вот вчера на импровизированном поле колхозом на какой-то сучок прыгнул и пятка у меня разболелась. Он говорит, о, это надо облучать. Уникальный аппарат Дорье немецкий фирмы Эпос обладает высокой эффективностью в лечении очень сложных и часто встречающихся заболеваний суставов стопы, в частности пяточных шпор. Аппарат, кроме лечебного механизма действия методом ударно-волновой терапии, обладает еще и диагностическими возможностями. Экран, который мы видим, располагает возможностью диагностики изменения в суставах стоп, в суставах коленных и плечевых суставах методом ультразвукового воздействия. Экран высвечивает изменения непосредственно в определяемом суставе и уже конкретно решается вопрос о лечении именно методом ударно-волновой терапии. Умная машина за несколько минут обнаружила у Михаила Державина маленькую пяточную шпору и незначительное отклонение в работе коленного сустава. При желании 3-4 сеанса на том же аппарате и с недугом будет покончено безо всякого хирургического вмешательства. Механизм лечебного действия основан на ударно-волновом методе, методе ударно-волновой терапии. Буквально за несколько сеансов облегчаются боли, пациент продолжает свои двигательные функции, не нарушая свою походку. И если на сцене иногда неловко прыгнешь, делаешь какое-то движение, ударяешь пятку, то этот аппарат как волшебное средство помогает нам в нашей профессии, в профессии спортсменов, вообще людей, которые много двигаются и, не дай бог, окращивают себе знаменитые, по-русски говоря, шпоры. Экскурсия по государственному медицинскому центру Минздрава, который еще совсем недавно именовался центральной бассейновой больницей на Локоламском шоссе, напоминала прогулку по санаторию, фешенебельному отелю, комфортабельному спорткомплексу, но только не по больнице. Гордость главного врача – реабилитационное отделение. На таких тренажерах не отказался бы позаниматься и сам Шварценеггер. Реабилитация проводится в комплексе. Нагрузка равномерно распределяется на все группы мышц. Причем нагрузки подбирает компьютер. Упругие эластичные мячи позволяют в форме игры восстанавливать привычную работу позвоночника. Для пациентов, нуждающихся в кардиологическом наблюдении, например, в постинфарктных больных, еще одна новинка. На тренажерах нет привычных проводков, клемм, пружин, заклепок, что так мешает пациентам сконцентрироваться на самих упражнениях. Вся информация о работе сердца, частоте пульса передается с помощью радиотелеметрии на экран дисплея. Бальная терапия совсем не ассоциируется с малоприятным сочетанием вводные процедуры. Просто хочется полежать в огромной комфортной ванне под приятными теплыми или холодными потоками воды. И вовсе не думать о своих болячках, доверив заботы о них профессионалам. В этом и заключается подход к делу в этой больнице, которую и язык не поворачивается назвать больницей. По вашим просьбам мы продолжаем рассказ о солнцезащитных очках, которые из маленького бронежилета для глаз превратились в необходимый элемент вашего гардероба. Геннадий Богданов, экс-солид группы «Русские», еще лет 10 назад исполнял свои шлягеры на сцене в солнцезащитных очках, которые в то время в нашей стране считались блестящей и непонятной экзотикой. Сегодня очков от солнца продается великое множество, причем любых форм, расцветок, да и разница в ценах подозрительно огромна. От 50 рублей на уличном стенде до пары сотен условных единиц в фирменных бутиках. Ради салона оптики «Сатек-1» на Старом Арбате, куда нашей редколлегии и был направлен в качестве спецкорреспондента певец Геннадий Богданов. Как правило, большинство мужчин покупают очки по принципу «идет-не идет». И мало кто задумывается о тенденциях современной моды. Что и как принято носить. Очки в оправе или безободковые, стекло или пластик, дужки из титана или пластмассы, цвет зеленый или красный. А ведь по типу очков нетрудно определить характер и внутренний облик того, кто их носит. Наташа, а как вы считаете, сколько у мужчинам нужно очков? Ну, я думаю, что штук пять из солнцезащитных должно быть, чтобы подходило под ваше настроение, под ваш костюм, под ваш стиль. Солнцезащитные очки остаются модными, крупные и бровские. Титом остаются очки-маски. То есть вот такого плана они идут с переходом. С переходом к темному? Да, с переходом от темного к светлому. Супер. А существуют цвета, которые, допустим, вредны или которые надо аккуратнее носить? Или цвета, которые можно носить с утра до вечера? Самый спокойный для глаза, для глазного хрусталика, это цвет, конечно, коричневый. Коричневый, шоколадный, вот таких оттенков. Дальше идет серый. Ну, более такие спокойные цвета. Конечно, уже красный, очень вредный для глаз идет цвет. Потом зеленый, хотя сейчас очень модно, зеленый, голубые оттенки. Но все-таки, если они хорошо защищают, защита есть у них, то они, в принципе, не способствуют к тому, что у вас ухудшится зрение. Формой расцветки очков это вопрос переменчивой моды. Главное, что остается неизменным, это качество. О том, что хорошие очки без смены линз могут прослужить около года, мужчины, как правило, знают. Но как определить, где фирма, а где кустарная подделка, которая через неделю расплывется предательской акварелью? В бутике Сотек-1, что на Старом Арбате, не только предлагают очки от известных фирм, но и могут предоставить услуги дизайнера-консультанта, который может и подобрать оправу и цвет линз, а самое главное, объяснить, почему скупой платит дважды. Правда, говорят, что хорошие очки начинаются со стадулов? Да, конечно, правильно. То есть это уже идет фирма, это уже идет марка, то есть талия, опять же таки, империармани, кто-нибудь Хугабос, Шанель там, но они будут стоить, слышь, во-первых, имя большую роль играет, то есть в зависимости от того, какие очки вы носите, можно будет сказать, что из себя представляет. Если век нам не врет, время все лечит, то ровно вдоль мы с тобой не могли скрыться. От глядей из-за дно хуритой лица. У природы нет плохой погоды. Говорят, эту фразу придумали на далекой Чукотке, где местные жители встречают весну с ледяным весельем. В этом мы могли убедиться сами. Что мы знаем о Чукотке? Большинство наших знаний родом из анекдотов из серии о Чуп-Чуп-Чуме ждет рассвета. Полярная ночь, тундры, олени, бородатые геологи, осторожный оптимизм с модным словечком, однако. Сводки гидрометцентра пугают морозами, сводки новостей успокаивают Абрамовичем. Другой мир, однако, и для них мы все геологи. Нашей творческой группе удалось стать свидетелями необычного праздника, местного соревнования по спортивной ловле корюшки, так называемый Корюшкин фестиваль. Эта маленькая рыбка хорошо известна в качестве закуски любителям пива. А пиво на этом фестивале было общедоступно и по ценам, и разнообразию сортов. Корюшка добывается, как правило, промышленным способом при помощи невода. Однако май на Чукотке принято считать зимним месяцем. Невод под лед не опустит. Поэтому любители рыбной ловли были вынуждены сражаться с корюшкой один на один. Соревнования вызвали немалый интерес у жителей города Анады. Развлечений у местных аборигенов, мягко говоря, немного. А тут как раз полярная ночь кончилась. Можно вспомнить, как соседи выглядят. Для себя продемонстрировать во всем блеске. Тусовка, да еще со смыслом. Чукчи по природе обожают соревноваться. Летом спорят, кто больше морожки наберет. На оленях гоняются, собачьих упряжках. А тут еще официальный чемпионат по рыболовству, да еще концерт при дачу, однако. Блестящих результатов победители и призеры, правда, не добились. Корюшка, видимо, не хотела пообщаться с пиом в желудке удачливого рыбака. И упорно не жаждала извлекаться из лунки. Чемпионы ограничились всего несколькими рыбками. Впрочем, на Чукотке всегда действовал принцип олимпийского спокойствия. Главное, не победа, а участие, однако. К тому же, лед когда-нибудь дорастает. И ничто не обережет тетроумную северную рыбку от коварных чукотских сетей. На этом все. Всем спасибо, все свободны. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»